Руководство палестинской автономии откажется принимать собираемые израильскими властями налоговые сборы, если из этих денег вычтут так называемые зарплаты террористов, сумму пособий, выплачиваемых администрацией автономии семьям палестинских заключенных. Об этом палестинские власти уведомили Израиль. Рамала грозит обратиться в международные суды, если правительство Израиля урежет выплаты. Напомню, летом в Израиле был принят закон, в соответствии с которым Министерство обороны должно предоставлять Минфину данные об общих объемах зарплат террористов, с тем, чтобы эти суммы можно было вычистить с денежных переводов автономии. Окончательное решение об урезании выплаты оставлено за оборонно-политическим кабинетом министров. Как ожидается, оно будет принято уже в ближайшие дни. У этого, впрочем, немало противников. Они считают, что сокращение выплат приведет к хаосу в палестинской автономии и к ухудшению ситуации. Обсудим все за и против. В прямом эфире к нам присоединяется в недавнем прошлом наш коллега, а ныне кандидат в КНЕС и тот партии Наш Дома Израиля Евгений Сова. Евгений, приветствую. Приветствую, Тихон. Ждем также, что к нам присоединится журналист Максим Рейдер. Есть ли Максим на связи с московской студией РТВА? Это я спрашиваю у моих коллег из аппаратной. Нет. Ждем, что Максим к нам присоединится. Давайте сперва послушаем Евгения Саву. Евгений, твоя позиция по этому вопросу. Нужно ли отказываться от этих выплат, урезать их? Или же, исходя из того, что это приведет к реакции руководства автономии, вероятному или возможному ухудшению ситуации, это делать не стоит? Ты знаешь, Тихон, это не только моя позиция. Это позиция 87 депутатов, которые проголосовали в третьем чтении за этот закон в июле прошлого года. Мы тогда это освещали. Как журналисты мы вникали во все нюансы. Закон очень простой. Закон, как ты правильно сказал, дает необходимость государственному руководству, то есть руководству Израиля, принимать меры против террора. И меня удивляет другое в этой ситуации. Вчера премьер-министр после этого жестокого убийства Ориан Сбахер, 19-летней девушки из поселка Ткоа, сказал на открывающей неделе заседание, что на следующей неделе военно-политический кабинет, то самое узкое правительство, будет обсуждать реализацию выполнения этого закона. Ведь в этом заключается абсурд. Если закон был принят 8 месяцев назад, согласно этому закону, в декабре министр обороны, я напомню, он же премьер-министр, должен был представить эти выводы, почему нужно было ждать убийства этой девушки для того, чтобы об этом говорить. Поэтому это не только моя позиция, это позиция любого здравомыслящего человека. И все разговоры о том, что это приведет к хаосу, приведет к резкому снижению экономического благозостояния в палестинской автономии, не соответствует действительности по нескольким причинам. Во-первых, автором закона выступает Лазар Штерн, генерал запаса от композиционной партии Шатит. Эта партия не имеет отношения к партии НДИ, в которой я баллотируюсь. Еще один автор этого закона, авидиктор от партии Ликут, это бывший глава контрразведки службы Шабак. И только благодаря тому, что в июле прошлого года этот законопроект получил безоговорочную поддержку тогдашнего министра обороны Либермана, он и прошел во втором и в третьем чтениях. Теперь возникает вопрос, для чего проводить закон, если правительство, кабинет не способны его реализовать? Сейчас об этом поговорим. Об этом вопросе поговорим. Мне хотелось бы услышать позицию Максима Рейдера, журналиста, который присоединяется к нам. По скайпу также. Слышите ли вы московскую студию RTVI? Добрый вечер. Да, да. Скажите, я так понимаю, у вас не было возможности слышать полностью выступление Евгения Савы сейчас. Он поддерживает этот закон, считает, что так называемые зарплаты террористов, те выплаты, которые автономия палестинская осуществляет палестинским заключенным в израильских тюрьмах, их нужно вырезать, вычесть из тех денег, которые израильское руководство платит руководству палестинской автономии, исходя из налоговых сборов. Ваша позиция? Я думаю, что, к сожалению, это мало поможет, потому что террористы – это не арабские строительные рабочие, которые приезжают в Израиль на заработки. Это люди, как бы нам это ни было неприятно, у них есть свои идеи, и от того, что им не будут платить деньги, немногое изменится, к сожалению. Еще Голдемер говорил, что арабскую гордость нельзя купить за деньги, так же, как и любого другого народа, еврейского и русского, какого угодно. И, конечно, очень неприятно чувствовать себя в Израиле в ходу слова «фраер», быть фраером – это ужасно, на наши же, можно сказать, деньги нас и убивают. Но это просто маленькая часть проблемы, я не думаю, что это что-то изменит, я с большим уважением. Ну, сейчас говорят, смысла нет. В Саве он масса всего знает и глубоко понимает, но я не понимаю, почему это может что-то изменить по сути. Вот, кстати, у меня тот же самый вопрос, Евгений, я слушая, что ты говорил, задавался вопросом. Вот, предположим, Министерство обороны говорит, вот такая вот сумма будет палестинским руководством выделена террористам, которые находятся в заключении. Давайте мы эту сумму вычтем из тех выплат, которые мы осуществляем. Что помешает палестинскому руководству из тех средств, которые поступят от Израиля, все равно выплатить эти самые зарплаты террористам? Значит, я в корне согласен с позицией, что это не остановит террор. Несколько, почти 20 лет назад в Израиле начали применять метод разрушения домов террористов. Да, это не остановило полностью террор, но сегодня многие палестинские семьи понимают, что могут остаться без дома, если их сын, дядя, отец, муж, брат пойдет и будет совершать убийство. Это доказанный факт. То, что в Израиле выступают против этого закона, это потому что боятся, что статус Абумазана Махмуда Аббаса, главы палестинской автономии, может быть нарушен, потому что в таком случае автономия может рухнуть, придет Хамас и это будет хуже для Израиля. Но те, кто выступает за этот закон, и мы в том числе говорим очень простую вещь. Что важнее, статус Абумазана или жизнь еврейских граждан? В нюансе, важный нюанс в этом законе, и это я говорю на протяжении сегодняшнего дня, закон не предусматривает полностью эти деньги взять себе. Израильтяне не собираются деньги эти брать. Это замораживание денег до тех пор, пока палестинская автономия будет выплачивать эти деньги террористам. Как только палестинская автономия прекратит выплату террористам, а я напомню, что такой закон прошел в Конгрессе США, эти деньги будут возвращены палестинцам, а не людям, которые идут, убивают за деньги. Сегодня ситуация в автономии, никто не спорит, что она тяжелая. Но араб, палестинец, этот палестинец, который убил Ориан Сбахер, он уже был в тюрьме, он сторонник Хамаса. Он сидит сегодня в израильском суде, улыбается, показывает ВИ, и израильтяне спрашивают, собственно, почему мы должны молчать на это. Вот если бы сегодня палестинская автономия сказала бы, мы прекратим выплачивать семье убийце Ориан Сбахер деньги, то следующий потенциальный убийца подумал бы дважды, прежде чем взять в руки нож и пойти убивать евреев. Мы не говорим, что это остановит полностью террор, но это должно остановить... Должно минимизировать, да, позиция понятна, Евгений. Максим, как вам подобный аргумент? Мне трудно с тобой согласиться, потому что вот этот человек из Хеврона им двигала ненависть. Конечно, это все значительно более глубокий вопрос, а не такой частный. Повторяю, было бы очень здорово, если бы перестать им платить, и сразу они бы там, скажем, перестали евреев ненавидеть. Это давняя ненависть. У нее есть и абсурдные основания, есть вполне конкретные. И альтернатива войне, которая идет между нашими народами, и неважно, это военные действия или террор, или еще что-то, это мир. И, конечно, мы не должны молчать, мы должны требовать от нашего правительства достижения мира, а не разговоров и не таких вот банок, которые ставят мертвому. Да, это может быть уменьшить террор. Но, кроме того, как ты справедливо сказал, это может подорвать статус Абумазана. Какой бы он ни был этот Абумазан, он сотрудничает с... Это, Максим, это не я сказал, это говорят противники закона. Я не сказал, что это подорвет статус. Нет, 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 есть такая позиция, есть такая позиция, она звучит. Есть такая позиция. Я процитировал тебя, а не более того, Женя. Это не моя позиция. Мы поняли, мы поняли. Хорошо, хорошо, это моя позиция, а не твоя. Забираю. Так вот, я все-таки думаю, и я не один, что для Израиля лучше, когда там какой-никакой Абумазан, который не очень-то хочет, но и не очень-то может. Но все-таки он отличается, как мне кажется, в лучшую сторону от бандитов Хамаса, которые ничего, кроме убивать и разрушать не умеют и не имеют никаких других планов. Так что я думаю, что толку от этого закона может не быть, а вред возможен. Именно вот падение Абумазаны и обострение ситуации. Мы не можем все время воевать с палестинцами? Сколько можно? Иначе говорят, толка мало, вреда много. Женя. Нет, я считаю, что претензии в данном случае должны быть обращены в том числе к премьер-министру. Премьер-министр занимает сегодня пост министра обороны. И если бы премьер-министр реализовал этот закон и предоставил бы в конце декабря этот отчет, то сегодня мы бы не говорили об этом после убийства девятнадцатилетней девушки. Мы все стремимся к миру, мы все здесь растим детей, мы живем в этой стране, мы хотим мира. Но с кем мир делать? С людьми, которые берут в нож и убивают девятнадцатилетнюю девушку? Я еще раз говорю, не надо ждать следующего убийства для того, чтобы прийти и сказать, ребята, давайте реализовывать законы, которые мы же сами принимали. И если семья палестинского террориста будет знать, что она не получит деньги, ребята, это рай для них. Поймите, они убивают евреев, садятся в тюрьму, их семья получает до четырех тысяч долларов ежемесячно, и они знают, что... Ты уверен, что семья это знает? Конечно, семья знает, семья поддерживает. Извини, Максим, семья поддерживает, более того, вся хамула это поддерживает. Мы знаем случаи, когда семьи делают, если погибает палестинец, они делают палатку, траурную палатку, где называют шахидом. Мы знаем, что если семья знает, братья скрывают этого человека, они покрывают, вся его деревня покрывает. О чем мы говорим? Есть палестинцы, которые хотят мира, я не сказал, что все палестинцы террористы. Но если мы сами принимаем закон и сами не способны его реализовать, для чего тогда нам принимать законы? Ну, наверное, надо принимать такие законы, от которых есть какой-то толк. Я повторяю в сотый раз, как я говорил в твоих передачах, и как я один раз говорил в твоих замечательных передачах, ты был прекрасный ведущий. Я неоднократно говорил, что альтернатива войне – это мир. Это все мертвому банке, нужно стремиться к миру, и не только на словах. И были же еще и, в общем, не отменены попытки провести эти законы – смертная казнь для террористов. Человек идет на террористы, и он очень боится, что его могут казнить. Это другой вопрос, и об этом мы в эфире «Артевиай» тоже много говорили. Я благодарю вас обоих. Мне кажется, была возможность нам услышать и позицию Евгения Савы, кандидата в КНЕС от партии «Наш Дом Израиля», журналисты Максима Рейдера. Я признателен вам за эти позиции. Очевидно, к этому разговору мы вернемся еще не раз в эфире телеканала «Артевиай». Буду признателен и рад, если каждый из вас в этом разговоре примет еще раз участие. Спасибо.